Ставим бульдоги за 50 Блин, у меня хаски Бульдога врага Тома Гаррика Гаррика Какого Тома-то? С Тома Сойера? Ну Тома, который Том и Джерри Блин, с вами Ща 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 Спарки Блин Ну вообще это близко достаточно Я бы это вопрос кстати Спайк, Спайк, я вспомнил Спайк Нет, неправильно Не Спайк? А, всё, Спайк 50 Эти жалкие 50 очков Такой мозговой штурм был Игра застыл Тедок этой игры Игра Шатран Блять, да что ж такое Шатран Блин, у шахматов был предок Надж Именно так называется Американский анал Джо Парди Блин Нажимай на пальце, наверное Спасибо Маргинал Именно так можно назвать игры Транспорт Цивилизейшн И Heroes of Magic Блин Блин, нажал теперь думаю, что это Бля, вот Говно Для задротов Да вот это Шутка приходит в голову Первую Не, я то Ну я как бы догадываюсь Их жанр Но вот именно Составитель вопросов Как его определял Это ж наверняка Какой-нибудь Мужик такой Я-то могу нажать Сказать Реал-тайм стратегия Это я не явно не реал-тайм стратегия Нет? Пошаговая стратегия Она же Turn-Based Strategy TBS Я согласен Потому что здесь вот именно такого нету. Ну а что там написано? Нет, нет, чувак, так я получаю. Я согласен, я согласен с господином ведущим. Вы выбирали, вы выбирали, реально, real-time strategy, turn-based strategy, тогда и первый вариант надо было засчитывать в стратегии, да? Я считаю, что это правильно ответил. Ну, я считаю, что вы оба ошиблись, надо было просто сказать стратегии. Вообще, в правильных вариантах была экономическая стратегия. Да, вот это я, кстати, хотел сказать. В детском фильме «Игра». Майкл Дуглас. На зон реально овнет, он дышит и овнет, всё правильно. Я же должен ведущего отыгрывать. Ладно, пидорка, отыгрывайтесь, отыгрывайтесь. Сигля за 500. Там хорошо отыгрывал. Там будет это, какой-нибудь GTA какой-нибудь, давай, вытаскивай кота в мешке. Наша эстрада. Наша эстрада, стоимость минимума, охуенно, замечательно. Ты нашу эстраду за минимум взял? Конечно. Какой вопрос ещё прикрепилось после запоминающегося номера к талантливому дуэту юмористов Владимира Маистенко? Ну, всё серьёзно, блядь? Нет. Дуэт юмористов так серьёзно... Короче, наверное, старая какая-то хуйня. Пусть будет вот... По-моему, это кролики, блядь, которые... Это не только ценный мех, блядь, и прочее говно. Да. Пипец. Но, мне кажется, вопрос максимум. Советская эстрада была бы про пугачиху или про глюкозу. Да нет, там... Зимой 1987 года эта группа записала альбом, всё идёт по плану. Вот это просто, это очень просто. Гражданская оборона, наверное. Я не знаю. Я не знаю. Кстати, уже не в первый раз вопросы про гражданскую оборону ты заметил? Ну, хованский состав. Да ё-моё, сраный оккульцион. Номинал, номинал. Именно это была последняя ставка, и фильтр... Ракаться, господи. Фильткурата. Фильткурата. Я просто... Очко своё, что ли? Сейчас, погоди. Карты. Ну, допустим, он жену просрал в карты. Я не знаю, кто такой Фильткурат Кацт, поэтому я чисто предполагаю. Швейк. А, понял. Осталось узнать, что такое Фильткурат. Ну, видишь, надгашка была читать. Во время игры на столе оказались сразу два тузовых покера. Давай я рискну. Блеф. Ну, отыгрался и хорошо. План за 300. Эта страна платила репарации сначала по плану Дауэс, а затем по плану Юнга. Ну, я догадываюсь, но я рисковать не хочу. Да, Германия после Второй мировой. Карты за 500. Дубинки, лопаты, бриллианты. А что ещё? Сергей Симонов, блядь. Я смотрю, ты сильно помешан на Сергея Симонове. Он спинарные опционы просил протянуть чёт. Швеция за 300. Он умер. Пусть пидорка отвечает. Согласно анекдотам. 350. Телефонный звонок заведения, основанное в 1524 году великим князем Василием Третьим. Алло. Это выпуск, да мой сын. Новые девочки есть? Ответьте. Куда был совершён звонок? Чего, блядь? Прачечная, наверное. Я только прачечная, я действительно могу ответить. Потому что я без понятия чё это. Ой. Ну, Институт Благородных Девиц, наверное. Ну, Вадевич. Ну, Вадевич ему на... А, да, всё понятно. А, хуяный анекдот. Ну, а какой ты хотел? Смешной анекдот в своей игре? Я на втором месте. Сплошный андрей. Понял, не, поэтому мы тебя и не взяли. Потому что мы-то в первый раз сыграем. У нас только 3 августа был. День, когда горят. 3 августа. Буканы игроков. Давай, маргинал. Пусть будет битвы за 200. Она получила название битвы генералов. С обеих сторон было убито 18 генералов и ранено 61. Хуен. Тщательно. Закончите фразу Эйнштейна. Как много мы знаем и как мало мы... Ооо, ну это вообще, ребят. Ты-то как можешь это не знать, пидор? Чё, чё, какой нахуй Эйнштейн? Я вообще не люблю. Я по физике ничего не знаю. Это не физика. Праздник Лига. Мы слим без этого ритуала. А какая тема? Напомните, господин ведущий. А, господин ведущий забыл. Хорошо. Рассвет. Слышишь? Я вообще, Эрик Краузес, допустим. Как-то всё очень быстро. К этому латинскому слову в словаре приводится синонимы. Утренняя заря, зорька, зазореница, брестка, свет, рассвет, утренница, денница, досвет, досветки. Без понятий. Блин, я думаю, очень плохие в этот раз. Миру мир за 200. Он командовал шлюпом мирной в экспедиции. Серьёзно, блядь? Это нахуй вопрос за 200. Какого нахуй Беллинсгаузена? Ты чё, Михаила Лазарева не знаешь, что? Да, замечательно. Постоянно его слушаю. Мой костёр за 400. Вот что значит псевдоинтеллектуал. Костры горят горючие, котлы кипятки и пучи. И жаловался этот персонаж своей близкой родственнице. Тоже из сказки какой-то, но я не помню. Нихуя. Замечательно. Я больше сил затрачиваю на то, чтобы вам прочитать вопрос, чем вы думаете. Слушай, ну в следующий раз сам сядешь сюда и будешь играть. Я не враг наш, не отрагиваю. Замечательно. Я не знаю, что ты такой мёртвый. Тяжело сегодня. Тяжело. Фраза 400. Закончите ироническое высказывание в чьей-либо адрес. Изобретатель ножа, без лезвия которому не хватает. Чего? Чего, блядь? Чего, блядь? Не, мы какой-то плохой пак просто подобрали, по-моему он... Миру Мир 400. Так называлось первое... Чего, блядь? Палка-капалка, по-моему. О, господи. Рассвет 400. Его альбомы к теологии входят в песню Дитя Рассвета. Борис Моисеев. Я не хотел проехать, Андром был и... По-моему это... Почти, почти. Битвы 600. Хотя нет, тебе придётся номинал играть, я пас могу нажать, точнять. Чуть заговар. В одном из русских переводов романа 1984 утверждал, что битва рифмуется только с тремя словами. И оставил в строке именно это из трёх. Я не помню вообще. Пусть будет, я не знаю... Я не знаю... Хуитва. Вот, отлично. А я знал, что ты ответишь хуитва. Ну, вообще, по-английски, если battle, то... Cattle, например... Молитва. А я знал. Ты, кстати, мог бы, блять, молитва, там, бритва, хоть что-то придумать. Ну, а как это, если переводится в английском, как у них получилось-то? Ну, я не знаю, как получилось. Если бы в оригинале было battle... Ну, нет, ну, нет. Лучше ответить хуитву, блять, и сидеть... Ну, да. Ну, хорошо. Ну, и если бы не Фёдов был, то тоже хуитву покатит. Куда мы едем в них? Без понятия. Да что за говно, блять, на заднюю секунду сейчас пойду. А как тема на самом деле? Это просто полная срань. Чёрт, да. Я и хотел, я просто подумал, откуда тут, короче... Блин, если бы я знал, что тема рассвета, я бы точно отвечал. Я просто невнимателен до охренения. Потому что я... Ну, я чё-то предположить даже не мог, что может, что такое. Так, фраза 600. Это он написал. Жизнь, суета, сует. Всяческая суета. Блять, блять. Это Сартер, давай. Экклезиаст. По-моему, кажется, экклезиаст, по-моему. Нет? Вот это не я, блять, а как суета-суета разиняя. Блять, царь Саву, ну охуенно замечательно. Мой Костёр 600. В этом городе сдавался журнал Костёр. Костринск, блять. Нет, 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 не Костринск. Миру Мир 600. Миру Мир 600. Иссыка. Ну, сейчас, блять, крепкий орешек будет с полторы нахуй. Давай. После этого Янки и проходимцы вложили здравую мысль, что мир им правит азарт. Я не знаю. Пусть будет Жек Восьмеркин. Я не знаю, кто это, но у меня идеи нет. И кто это? Кто это? А, трест, который лопнулся. Ну да, ну это один из этих дебильных советских фильмов, я так и знал. Илья Мэдисон, вы обанкротились. Спасибо, я знаю. В письме из этого города товарищу Кострову разъяснялась сущность любви. Фотография Гоци была. Да ну, чувак, блин, застал нас. В этом городе в 1947 году подписывались мирные договоры с пятью союзниками Третьего Рейха. Да что ж такое-то? Все в Париже. Сто раз закат, как проснел, рассвет синел, сто раз я клял у тебя песок, мистокски, пока ты сжег насквозь мою шинель. И, блин, даже отжимал сухие доски, написал этот ныне покойный поэт. Наверное, вы его не знаете. Да, точно. Знаю. Я думал об этом. Но я думал еще о Резенбауме, а он еще жив. А ну, да, где кричат, таскать вам, не перетаскать. Битвы за 800. Каладар, зачем ты спать идешь? Это тот украинский поэт написал поэму Акиры в бессмертии сборника Сталинградская битва. Лезь по-деревлянски, блядь. Стараш Шевченко какой-нибудь, а у них есть? А еще бажан какой-то. Мыкола бажан. Стыдно, стыдно. Но, пидорка, я отыграю с тебя сейчас, говно-откусываю. Я-то, может, еще затащу какое-нибудь говно за 200 в следующем раунде, а у ты? Прикинь, крепкие орешки. Миру-мир опять еще. Тот же самый вопрос. Этот славянский политик...